Я, Якимов Сергей, спас от смерти Новоширокинский рудник. Шахта, это надо привыкнуть к ней. Не только привыкнуть, надо жить этим. Я всегда понимал тех людей, которые шахты боятся. Потому что вот эта шахта, это такое тяжелое место работы. Новоширокинский рудник, который сзади, это был спроектирован еще в начале 70-х годов. И к 94-му году было построено всего примерно 75-80% хвостохранилища, фабрика, лабораторий. Этого ничего еще не было. В апреле 95-го года я приехал сюда. Было вот это одно здание, с которого все начиналось. Просто стояла печка кирпичная. Хотельной не было. Вот это здание подъемной машины, оно тоже было. Где машинистка работала и спускала людей в шахту насосчиков для откачки воды, чтобы руки у нее не померзали к рычагам. Просто стоял небольшой тепловентилятор, обогревал ее рабочее место. Всего 20 человек было. Я был как директор, у меня были сторожа, и все, больше никого не было. Делили просто последний кусок пополам на всех. Мы практически 7 лет охраняли это предприятие. От разграбления все вот эти годы мы откачивали воду. Работали практически все без зарплаты. Мы с людьми посидели, поговорили, подумали, да, вот мы сейчас уйдем, через месяц от этого предприятия ничего не останется. Металлолом, все срежем, какое-то старое оборудование. Меняли просто на продукты питания. На муку, на сахар, на спички, на сигареты, на те же рожки и тушенку. И бандиты приезжали, будем говорить, щиты из Краснокаменска. Ну, что, как у тебя жизнь, так как, что, Надин? Здравствуйте. Здравствуйте, ага. Был остался, кто у нас, кто со мной работал. С 1996 года с Васильевичем работали. Рука об руку. Нормально работали. Всегда. Холодно было, но охраняли. Мы заездили, вот на КРАС машина была. 7-8 человек и ехали на этом КРАЗе, в котором окна не закрывались. Кузов даже садили, чтобы доехать до сюда. Здесь топлива постоянно не хватало. И после того, как пришла наша компания и дали автобус, вот наши женщины вот так отмыли, он весь блестит. Первый раз мы поехали на автобус, вот это была радость, что вот это предприятие ожило. В 2009 году произошел запуск. Это единственное свинцово-цинкое месторождение Забайкальского края, которое работает. Последний директор предприятия, это после этого предприятия нет. Как последний капитан, нет этого корабля. А сейчас я вижу, что директора приходят, сменяются, предприятие работает успешно. И дай Бог, чтобы все это продолжалось.